Всем привет дорогие художники! Сегодня наше видео посвящено ретопологии. Ретопология это долгий и муторный процесс, поэтому наше видео будет максимально коротким. Делать ретопологию мы будем в программе 3D Code. По моему мнению это одна из лучших программ для создания ретопологии, потому что в ней высокополигональные меши не лагают, а это очень важно. Ну что ж, давайте начинать. Ребят, первое с чего нам нужно начать, это понять сколько полигонов мы хотим для нашей модели. Если наша модель идет в игру, то нужно понимать, есть игры для мобилок, есть игры для ПК и есть какие-то там AAA игры, либо уже какие-то ролики для рекламы, там уже количество полигонов намного больше. Допустим, для мобилок мы берем полигонаж от 1000 полигонов до 10000, но золотая середина это около 5. Для ПК игр мы берем полигонаж от 10000 полигонов до 60. Опять же золотая середина это около 30. И если мы делаем какую-то крутую игру, AAA уровень, где у нас супер реалистичные персонажи, либо же это какая-то реклама, в которой у нас нет ограничений в полигонаже, но опять же вся эта реклама делается в движке игровом, то наш полигонаж может быть уже от 60 до, скажем, 200 и даже миллиона полигонов, но это уже касается больше роликов рекламных, да. Но если мы говорим про игры, то тут около 200 тысяч полигонов, то есть такой какой-то порог. Если мы взглянем на персонажей из известных AAA игр, ну допустим из игры Tomb Raider, у главной героини Лары Крофт около 120 тысяч полигонов, и большая часть полигонов приходится на волосы. Да, на волосы реально очень много полигонов тратится, потому что волосы должны быть красивыми, реалистичными, хорошо двигаться во время игры, и на это тратятся полигоны. Опять же, это касается только главной героини, если мы говорим о побочных каких-то персонажах, то там полигонов, конечно же, меньше. И опять же, если мы говорим даже об играх AAA уровня, но при этом это какие-то кооперативные игры, либо онлайн игры по типу шутеров, то там в персонажах используется тоже, ну, не такое большое количество полигонов. Может быть 60 также, может быть 80, но все равно как-то немного, потому что все-таки персонажей на карте очень много бегает, поэтому лучше все это оптимизировать. Ребята, ретопология это весьма долгий процесс, поэтому нужно учиться делать ее быстро. Чтобы делать ее быстро, нужно придерживаться такому правилу. Изначально нам нужно выставить кольца из полигонов на тех частях нашей модели, где будет происходить изгиб, то есть на суставах. Допустим, на локтях, на коленях, на шее, на тазу и так далее, там где будет происходить изгиб. Выставив эти кольца из полигонов, мы можем от них отталкиваться и заполнять пространство между ними. Это позволяет намного сэкономить нам время, потому что нам не придется перестраивать сетку, если мы там решим перейти полигонами с груди, допустим, на руку или с живота на ногу, то есть у нас все будет готово. Также еще одна вроде бы очевидная, но при этом важная вещь, это делать полигоны, которые состоят из четырех вершин, то есть квадратики, максимально прямыми и ровными. Потому что если мы их сделаем такими, что они будут похожи на два треугольника, то тогда они у нас поломаются в игровом движке и на местах этих полигонов просто будут дыры. Такое у меня было очень часто, поэтому приходилось опять же все эти модели переделывать слегка, ну точнее не переделывать, а просто разрезать эти квадратики на два треугольника. Поэтому советую вам сразу об этом позаботиться, чтобы потом не было проблем. По ходу видео вы сможете посмотреть, как я делаю ретопологию, как я выставляю полигоны, как я делаю, так сказать бы, места изгибов, потому что опять же это такая тема, которая требует некого опыта, потому что сделать с первого раза ретопологию идеально не получается. То есть вы нарабатываете свой опыт, делая ретопологию одной модели, потом второй, третьей, потом вы переходите дальше, красите эту модель, делаете для нее UV-шку, понимаете, где вы сделали ретопологию хорошо, где плохо. Понимаете вообще, легко ли вам делать UV-развертку, легко ли потом при анимации гнуться ваши полигоны, то есть гнутся ли они правильно, или происходят какие-то большие искажения, что реально заметно. И вы понимаете то, что в следующий раз вы не допустите таких ошибок. Я же на своем примере покажу, как делаю это я. Можете также это брать в пример и выстраивать примерно такие же образования из полигонов на местах живота, шеи, потом на местах плеч, ну и так далее. Также если вы делаете ретопологию впервые, то вам нужно ее сделать, сделать так, как вы ее сделаете и перейти к этапу текстурирования, то есть вам перед этим придется запечь текстуры, в том числе нормали и Embiid Occlusion. И вы сможете понять в принципе, где вы могли сэкономить на количестве полигонов, а где лучше было сделать полигонов побольше. Потому что, как мы знаем, нашу геометрию на нашей хайп-поле модели мы можем описывать либо с помощью полигонов, либо с помощью нормалей и Embiid Occlusion. То есть потом с опытом придет понимание о том, где можно делать полигонов больше, где можно на них экономить. Конечно, делая ретопологию уже много-много раз, я задумывался над тем, когда же выйдет уже какая-то приложуха, может быть какая-то нейросеть, которая позволит делать ретопологию реально хорошо. Которая сделает ее и правильно, и красиво, и так, чтобы полигонов было в самый раз. То есть и немного, и немало. И надеюсь, это случится таким образом, что нейронки не заметят полностью художников, а будут только лишь помогать художникам делать свои модели, свой процесс творчества намного приятнее и быстрее. Все, ребята, на этом пока что мои мысли закончились. Смотрите видео дальше под музычку и услышимся в конце. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok